Да что ж такое? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня я хочу вместе с вами попробовать сделать жидкий контуринг. Очень такой интересной штукой. Это, конечно, не от NYX. Вот написано NYX, но это не от NYX. Это я купила на своем любимом рынке, классик. Это то, что можно купить на Алиэкспрессе. Я думаю, стоит это рублей 80-70. Я купила за 100 рублей на рынке. Здесь с одной стороны у нас идет вот такой светлый корректор. С другой стороны идет коричневый корректор. И как вы знаете, вот часто в магазинах есть вот такие вот штучки для разных лиц. Для треугольных и так далее. Для того, чтобы сделать скульптинг вашего лица. Выделить объемы, углубить впадины и так далее. Я посмотрела много видео, но на самом деле я уже пробовала один раз. Вроде ничего получилось, но я делала на скорую руку. Как раз таки в видео про детскую косметику. Это я вот попробовала первый раз. Но сейчас я посмотрела еще видео. В общем, очень известная бьюти-блогер. Она прям профессионально этим занимается. В общем, она рассказывала там, как все это делается. И я попробую сделать сейчас более по-другому. И заодно мы с вами протестируем две кисточки, которые пришли мне с Алиэкспресс. Это вот такая вот и вот такая вот. Они обе небольшие, что немножко меня разочаровало. Потому что я думала, что они больше. Вот по сравнению с моей вот этой кистью, которая у меня для тонального крема. Видите, она меньше. Поэтому больше это все подходит для как раз-таки контуринга. Почему я не стала брать что-то дорогое, а взяла вот такое дешевое для пробы? Потому что именно эта Елена, профессиональный визажист, она говорила, что в жизни это не применяется. То есть это для съемок, может каких-то, да, гримерка очень такая серьезная. Вот тогда стоит как бы, да. А в жизни сухой контуринг, он намного как бы проще, лучше. И нам не нужно столько всего корректировать. Он и легче, меньше поры забивает. В общем, попробуем. У меня лицо овальное. Я беру темный цвет. Так, сильно не буду выдавливать, как я обычно. Делаем чуть-чуть. И наносим. Значит, первое, что мы наносим, это носик, да. Мы делаем его... Перед этим я вам скажу, что я уже нанесла крем. Мы делаем его ровненьким. И вот здесь на кончике она сказала обязательно делать ровно, а не уходить в сторону. Как нос идет у нас, да. Чтобы была ровная линия прям. Вообще она рекомендовала для обучения, чем темнее, тем лучше цвет. Но я все равно взяла светлый более. Мы сделали с вами носик. Так, теперь вот здесь линия тоже должна быть на самом деле ровная. Примерно в толщину, как вот здесь линия светлая. Тоже без всяких загибов, иначе нос будет неровный. Так, вот что у нас получилось с носиком. Дальше. Вообще я приготовила еще заколочку, для того, чтобы заколоть волосы. Все было наглядно видно. Дальше у нас пойдет лоб. В основном я затемняю, давайте сделаем просто даже полоску. Я затемняю вот эту верхнюю линию. Можно вот так ее. Линия роста волос, да. И затемняю вот эти вот вещи. Видите, у нас овал прям лица такой получается. Дальше мы с вами выделим скулы. Теперь мы займемся светлым. И светлая у нас это нос. Что ж такое, у меня все ломается. Да, я выдавливаю сильно, потому что она закручивается обратно. Зараза. Ну, плюс это за 100 рублей фигня. Реально у меня все ломается. Все, блин, крошится. Главное, чтобы у нас светок получился хороший. Еще момент. Чтобы губа оказалась чуть-чуть больше, да, мы затемняем вот здесь. И глаза. Да, что ж такое? Бьюти-блогер Селена. У меня полы чистые. Только помыла их. Так что я могу не узбрызгивать ничем. Ой, господи. Видите, какая нелегкая эта все-таки задача. Под брови высветляем. Быть блогером. Еще и бьюти. Все, мы сделали. Я надеюсь. Теперь мы берем и будем тестировать тем самым наши кисти. Для начала мы растушевываем белое. Все. Растушевываем. Сначала я все растушевала. Сейчас то, что у нас белое. Сейчас я возьму вот эту кисточку для того, чтобы их, ну, как бы все равно не пачкать. Я растушую. Белое немного заходило на темное. Сейчас я попробую растушевать этой только темной. Такими вбивающими растушевочными. Теперь я возьму светлое, и нам нужно все-таки уже заходить на наш контуринг темный. И все это смешивать. В общем, вот что у нас получилось. Мне кажется, неплохо я растушевала, но это Елена. Она, естественно, не все, как бы, это незаконченный вариант. Она сверху делала тональный крем. Давайте с вами попробуем тоже сделать легкий тональный крем. Давайте Вивьян с собой используем. Потому что он как раз такой светленький, легенький. И обычной кисточкой. Нет, не обычной кисточкой. Той же самой светлой кисточкой мы проходимся по светлым участкам. Где-то по темным тоже. Также она прошлась потом пудрой бесцветной. Или белой даже какой-то. Я возьму бесцветную. Все это припудрилось вот так вот. Ну и, в принципе, насколько я помню, что она еще и взяла темный цвет. Бронзинг. И еще чуть-чуть выделила темными этими. То есть выделила еще. В общем, то, что у меня получилось на первый раз. Скажите, как вам все... Ну, не на первый, считай, второй. Но вот так вот досконально прям я не делала еще. Естественно, в жизни этим я не буду пользоваться. Потому что это очень трудоемкая такая работа. И мне проще работать с сухими хайлайтерами. Это намного быстрее. И мне не нужно много-много корректировать. Но для тех, кто занимается гримом, кому как следует нужно вообще изменить лицо, нос, совсем другое сделать. Это, наверное, было бы интересно. В общем, как вам мой опыт? И, в общем, что вы думаете? Скажите. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok